Проверенная база новостроек «Новострой-М» в соавторстве с магазином готовых ремонтов «Светёлкин» представляют дневник строителя. Здравствуйте, я Дмитрий Куркович, это обзор новостройки. Сегодня мы смотрим глазами строителя квартиру в жилом комплексе «Маяковский» застройщик «Текта Групп». Жилой комплекс расположен на северо-западе Москвы, в районе метро «Водный стадион», недалеко от Ленинградского шоссе. Это внутри МКАД «Старая Москва», рядом обжитые районы с развитой инфраструктурой. От метро «Водный стадион» до живого комплекса примерно в 800 метров, то есть пешая доступность. В 400 метрах от ЖК у нас большой торговый центр «Водный». Вообще в радиусе нескольких километров здесь большое количество крупных торгово-влекательных центров. То есть вопрос, куда пойти и где потратить деньги, у жителей скорее всего возникать не будет. Природа рядом тоже есть, Головинский парк с прудами находится всего в полукилометре, тоже можно дойти пешком. Но вот правда выйти из подъезда и сразу попасть в парк не получится. Но в 100 метрах от крайнего дома начинается так называемый Невский парк с Головинским каналом. Но это не то чтобы парк, он совсем узкий, всего 30 метров, но все-таки какая-никакая зелень и водоем, и по нему гуляя можно прийти в тот самый большой Головинский парк. Но еще в непосредственной шаговой доступности у нас Головинское кладбище, которое находится прямо через дорогу в 100 метрах от домов. У кого-то из покупателей такое соседство может вызвать отторжение. Но надо признать, что в старой Москве почти не осталось локации под застройку, где бы не было какого-нибудь подвоха и с окружением все было бы идеально. Дома это три 36-этажные башни с современной архитектурой, большой площадью остекления и вентилируемыми фасадами. Застройщик обещает нам концептуальное благоустройство территории, детские сады и фитнес-центр с бассейном. Поверим, что это будет так. Парковки. Застройщик говорит, что в домах есть подземный паркинг. Он и правда есть, но парковочных мест у нас получается примерно одно на три квартиры. Это при средней потребности одно машинное место на одну квартиру. Сейчас люди паркуются на дорожке, которая идет вдоль башен, хотя по правилам здесь этого делать нельзя. До сплошной разделительной полосы остается менее трех метров. И рано или поздно это будет настоящий кладайк для эвакуаторов. В любом случае этой дорожки для всех желающих не хватит. В доме более тысячи квартир и порядка 700 из них останутся без парковочных мест. Еще парковаться можно вдоль тротуара на Головинском шоссе. Но, во-первых, и тут мест на всех не хватит. А во-вторых, паркинг тут плавный. Если вы по документам не резидент этого района и не успели купить место в паркинге, то с парковкой у вас могут быть сложности. Подъезды здесь на уровне земли, стеклянные входные группы и огромные холлы. Заходим в подъезд. Высокий, очень светлый холл с современным интерьером. Интерьер выглядит сдержанно, но при этом не дешево. Большой плюс и он же минус этого холла, то, что здесь разгрузка строительных материалов возможно только через парковку. Разгрузиться на прилегающей дорожке и занести материалы в подъезд вы не сможете. Плюс в том, что подъезд, можно надеяться, останется относительно чистым. Но, по крайней мере, строителям убить его будет гораздо сложнее. Минус в том, что через подземную парковку материалы можно привезти только на маленьких машинах, коротких и с низкой высотой борта. Даже стандартная газель с тентом туда не проедет. То есть, если у нас с вами, к примеру, двушка площадью 60 метров, то только черновые материалы у вас потянут тонн на 15. И вместо одного-двух большегрудных автомобилей, вам придется заказать полтора десятка маленьких машин, только для того, чтобы привезти сыпучку и блоки. А кроме этого есть еще отделка, мебель и так далее. Ну, в общем, все это неудобно и довольно дорого. Лифты КОНО. Кабина сейчас видна не очень хорошо. Она обшита фанерой, но можно предположить, что это полированный металл. Холлы на этаже у нас тоже в современном стиле и тоже выглядят неплохо. Меньше всего мне здесь понравился подвесной потолок. Он для меня здесь выглядит чужеродным элементом и напоминает скорее госучреждение. А вот это трещина в стене, скорее всего, образовавшаяся от усадки здания. Видно, что она уже замазывалась застройщиком, но все равно появляется. Это значит, что здание садится и есть опасность появления таких же трещин в квартирах. Нужно это учитывать при выборе технологии отделки. Входные двери в квартирах уже стоят металлические. Дверь, мягко говоря, не самая дорогая, но тем не менее она обладает какой-то минимальной звукоизоляцией. Здесь у нас два контура уплотнения. Правда, сейчас врезан только один замок. Дополнительный придется врезать. И полотно само по себе довольно тонкое и не очень массивное. Но самое смешное, если я не ошибаюсь, эту дверь поставили задом наперед. Обычно все делается наоборот. По логике снаружи у нас должен быть металлический лист, а изнутри сменная декоративная панель из МДФ, которую можно заменить на другую, подходящую под ваш интерьер. То есть задумано все вполне рационально. Но здесь дверь установлена сменной панелью наружу, а металл у нас, соответственно, остался изнутри. На металл тоже наклеена декоративная накладка, но она не сменная. Так обычно делается с наружной стороны. Заходим в квартиру. Монолитный каркас, стены из блоков. Тут все стандартно. Перегрузок в квартире сейчас нет. Высота потолков сейчас 2,90. Это без отделки. И это неплохо и даже выходит за рамки традиционных для комфорта 2,80-2,85. Мы замерили отклонения по стенам. В этой квартире все стены оказались в пределах нормы. Да и внешне все выглядит аккуратно. Визуально понравилось качество монолита. Колонны с таким бетоном можно чуть-чуть обработать и вполне использовать как часть интерьера. Немного огорчил перепад плоскостей между бетонной стеной и кладкой. Он находится ровно посередине стены. И чтобы его убрать, весь простенок придется выравнивать большим слоем штукатурки. Ввод воды у нас под потолком в углу квартиры. Причем это над зоной кухни. А до санузла, который у нас в противоположной стороне, то мы придется тащить где-нибудь под потолком. Ну и водяного полотенца-сушителя при такой конструкции у нас тоже не будет. Все стояки, кроме вот этой группы слева, у нас спрятаны в стену или в шахту. А вот эти придется дополнительно огораживать фальш стеной. Кстати, канализационные стыки для дренажа кондиционеров здесь сделаны отдельно от основной канализации. Да, про кондиционеры. Для них предусмотрены специальные зоны установки, потому что на фасадах их вешать нельзя, а балконов мы здесь не обнаружили. Вытяжная вентиляция здесь принудительная, поэтому ставить моторчики в ванной комнате точно не нужно. Электрический кабель заведет в квартиру, и судя по количеству жил, здесь однофазный ввод. И вот это порадовало, потому что когда зачем-то делается трехфазный ввод в маленькой однокомнатной квартире, ну вроде как это классом повыше, то ничего кроме неудобства и удорожания монтажа жильцам трехфазный ввод не дает. Потому что почти все бытовые приборы у вас однофазные. Разве что за исключением электроплиты. Разводка отопления здесь горизонтальная. Трубы проходят в полах, стойков вы не увидите, радиаторы стальные. В полу будут соединения труб, многие этого боятся и самостоятельно меняют разводку на лучевую с коллекторами. Если бюджет позволяет, то с технической точки зрения это в принципе грамотное решение. Но, во-первых, дома у вас на гарантии, и самостоятельно что-то заменив, вы гарантии лишаетесь. Во-вторых, по действующим нормам, ваша система отопления – это внутридомовые инженерные сети. И вносить в них любые изменения по закону может только эксплуатирующая организация, то есть ваша управляющая компания, а не вы сами и не нанятые вами подрядчик. Поэтому, если уж вы надумали менять отопление, то мы очень рекомендуем делать это через управляющую компанию и брать от них соответствующий документ. Тогда вы не нарушаете закон, и ответственность эксплуатирующей организации сохраняется. Окна. Здесь металлические рамы. Лично я их не очень люблю в квартирах, потому что зимой металлические рамы мне всегда кажутся холодными. И вообще на ощупь они какие-то недомашние. Дерево или на худой конец даже пластик выглядит гораздо более дружелюбно. Но вообще кроме тактильных ощущений, других претензий по большому счету к металлическим рамам нет. Балконов и лоджий в этом доме мы не увидели, зато есть кладовые. Правда кладовых еще меньше, чем мест на парковке. То есть тоже на всех желающих не хватит. Резюме. Проект вызвал в целом позитивные эмоции. Особенно порадовало качество строительства, которое проявляется в мелочах. Некоторые конструктивные решения не очень порадовали. Например, ввод воды под потолком или металлические окна. Дверь, установленная задом наперед, это какой-то курьез. А если это не ошибка и так и было задумано, то тогда все еще смешнее. Доставка материалов через паркинг с низким потолком неудобна. Парковочных мест не хватит на всех. Но парковочные места – это сегодня предмет общественной дискуссии. Нужно ли при проектировании ЖК учитывать интересы автомобилистов? Или наоборот, нужно их всячески гнобить и угнетать, чтобы народ пересел на автобусы и самокаты? А за город бы ездил только туда, куда ведет железная дорога. Но в целом, повторю, проект понравился. Каких-то особых проблем с ремонтом здесь не ожидается. Разве что неудобства с доставкой материалов. Это был Дмитрий Куркович. Обзор новостройки. Специально для канала «Новострой-М».